Здарова всем! Сегодня необычное видео. Сегодня будет не тест-драйв, а небольшая история машины Volkswagen Porsche 914 с непростой судьбой. Данный автомобиль должен был рассматриваться как серийный выпуск очень дешевого спорткара для абсолютно каждой семьи, но все пошло не так. Все началось с 1965 года, когда между Volkswagen и Porsche был заключен контракт на совместный выпуск спортивного автомобиля. По некоторым источникам этот контракт был заключен с самого основания Porsche. В 1968 году, 1 марта, первый прототип был выставлен на франкфуртской автомобильной выставке и через месяц умирая директор Volkswagen, следующий директор отменяет сделку, заставляет Porsche вкладывать половину суммы на производство данного автомобиля. Этим самым данным машина Porsche 914 был всего лишь на 200 долларов дешевле, чем на то время чистокровный штутгардский спортивный автомобиль Porsche 911T. Porsche должен был выпускать свои автомобили 6-цилиндровым 2-литровым двигателем мощностью 120 лошадиных сил в Северной Америке. Volkswagen должен был выпускать 4-цилиндровый двигатель объемом 1,7, 80-сильным мотором в Европе. Из-за того, что в начале 70-х годов в Америке выходит новый закон по выбросу CO, Porsche и Volkswagen решают, что абсолютно все версии будут продаваться также и в Северной Америке. Данная машина появилась по двум причинам. У Volkswagen нужно было обновить свой модельный наряд Carmo G34, Porsche нужно было поменять свой, на тот момент уже устаревший Porsche 912. Требование Volkswagen было создать кабриолет, Porsche же стояла задача дешевого спортивного автомобиля, но опять же по вышеперечисленным причинам это не получилось. В дальнейшем, через два года после выпуска этой машины, Porsche начинает ставить 4-цилиндровый оппозитный двигатель объемом 2 литра, мощностью 100 лошадиных сил. Volkswagen же увеличивает свой объем до 1 на 8 литров, а мощностью 85 лошадиных сил. При начале производства автомобиля вместо вот этой черной накладки здесь была хромированная вставка и только спустя несколько лет Volkswagen Porsche решили устанавливать на что-то подобие бампера, сначала спереди, потом сзади. Под конец производства бампера стали делать из каучука. По показателям машина стала намного устойчивее. В данном случае это 4-цилиндровая версия по двум причинам. Эта машина производства 1973 года. Вторая. На 6-цилиндровых двигателях замок зажигания находился с левой стороны, здесь же он находится с правой стороны руля. К сожалению, через камеру не передать. На одометре километраж замер на 40 тысячах милях. Максимальная скорость 150 миль в час на одометре. Машина в очень плачевном состоянии, несмотря на такой маленький пробег, если, конечно, он настоящий. Но все машины славятся тем, что они очень сильно гниют. По сиденьям настраивалось только водительское. Правое пассажирское сиденье было татике. Передние и задние дисковые тормоза. Устанавливались только 15-е катки. Четырехточная разболтовка. По подвеске, что спереди, что сзади, амортизатор. Porsche и Volkswagen устанавливали на эту машину оппозитный горизонтальный двигатель. И он находится чуть ближе к задней части автомобиля, на самом днище. Поэтому машина предназначена для ровных качественных дорог. Спереди и сзади предусмотрено два багажных отделения. Это было требование Volkswagen для выпуска новой машины. На volkswagen версии этого автомобиля с этой стороны стойки красуется шильдик карман. Это ателье, которое разорилось буквально недавно, в 2010 году. Именно это ателье разрабатывает для этого автомобиля вот эту складную крышу. А само ателье специализировалось на кабриолетах и на купе. На настоящий момент у тебя всего есть две версии такой машины. Это Porsche 914-6, шестицилиндровый двигатель, который является очень ценным в глазах антиквариата и среди владельцев данного автомобиля. И Volkswagen Porsche 914-4, четырехцилиндровый двигатель. Двигатель находится внизу. Посадка очень низкая, в пределах десяти сантиметров клиренс. Все очень гнило. Машина сама по себе неприхотливая, надежная. Машина стоит десять тысяч долларов в самом убитом состоянии прямо сейчас на eBay. Шестицилиндровая версия была выпущена всего в количестве 3330 штук. В совкупности машин было продано больше 13 тысяч экземпляров. Закончился выпуск этой автомобиля в 1967 году. Несмотря на то, что вкладывалось очень много денег и надежды, этот автомобиль не серийным, не популярным и любимым спорткаром не стал.